Какой вопрос мы заведем настоящим панком? Не ожидал такого поворота событий в Лейпциге, что здесь просто жёстко всё забомблено. Вот, и это всё процесс. А на той стороне, посмотрите, там вообще... Там тоже всё-всё просто заграфично, заграфично, если так можно сказать. Здесь реально пацаны отдыхают. Wall of fame. Добрый день, это Алексей, и с нами наш оператор Максим. Сегодня мы начнём нашу серию про замечательный восточно-немецкий город Лейпциг, который знаменит своими... Как хотите, так и говорите. Здесь у нас свобода. Мы дошли до одного из зданий, которое полностью убомблено. Ну, здесь, видимо, магазин находится под закрытием, но, тем не менее, это потом будет стоить кучу денег для того, чтобы всё это очистить от граффити. Очередная, очередная арочка, и вот опять всё зафигачено граффити просто от самого низа и до самого потолка всё просто зафигачено. Вот, посмотрите, мы даже во дворе, вот там во дворе всё тоже зафигачено. Ну, я как говорю, это всё выглядит очень так эммейтер, любительски. В общем, всё очень так несерьёзно. И ещё пока что я не видел граффити как искусство, и вот почему-то здесь реально граффити как протест. Почему в Лейпциге, в бывшей, точнее, восточной Германии граффити выступает не как искусство, а как протест? Почему? Вот, сами посмотрите, и вот это всё вот выглядит в таком быстро выполненном, исполненном стиле. Я не знаю, ребята там вечером ночью с фонарями пришли, зафигачили, быстро, я думаю, минут пять-десять максимум, чтобы менты их не загребли. И ещё написали вот это, хейт-копс. Мы хотим спросить эти граффити, да? Это все делает, или... Это делает, или... Да, что-то из протеста. Да, многие люди просто делают это, просто из-за потеста, и многие люди тоже делают это, просто из-за потеста. Ага. Да, есть две стороны. Многие люди просто хотят просто отредки. И у них есть смысл, и некоторые люди хотят действительно получить это. Это очень часто есть культуре. Это выяснится от других граффити-кустеров, которые очень известны. Люди платят очень много денег. И это просто культур, которая тоже из-за армута. Потому что в частности, в частности, они не обращаются культурами. И люди делают это просто лучше. Конечно, есть люди, которые делают только их названия. И это выглядит не так хорошо, но есть люди, которые рассказывают историю с ними. И санкут die битвайсы. Да. Минут 20 от центра отошли и всё в графике, всё в графике. Вот кор... Бля, извиняюсь. А на той стороне посмотрите, там вообще убийство просто. К чему я пришёл? К какому заключению я пришёл после всего убийного в Лейпциге? Вот, я сказал наконец-таки правильно, Лейпциг. То, что здесь очень много протеста. Этот протест, скорее всего, обусловлен тем, что люди здесь не могут принять капитализм. Они выступают против капиталистических ценностей. Здесь очень много панков, и посмотрите, как вот капиталистическая реальность в виде этого магазина, продуктового магазина, подстроилась под граффити, чтобы здесь не бомбили на этих стенах. Они сделали такие граффити, чтобы вот как бы... Ну, у нас уже забомблено, как бы, ребят, извините, здесь стены не надо портить. Мы как бы с вами, ну, выходите к нам и вас покупайте там хлебушек. Мы как бы с вами, мы поддерживаем граффити-культуру. В общем, вот такое вот. Ну, стены здесь, да, граффити такие все, такие эти... Не знаю, под мексиканский стиль, под скейтбордистов всё исполнено. В общем, немного такое всё достаточно всё равно гламурное и совершенно не панковское, но у магазина сидят панки. Магазины убиты просто все в граффити, и это, ну, владельцы магазинов, конечно, куча бабла стоит. Вероятно, они уже давно исполнены, но у владельцев магазинов даже нет денег для того, чтобы это всё уничтожить. Посмотрите, они пытались отскрепсти краску, ни черта у них не получается. Ну, честно, я признаюсь, я не ожидал такого просто размаха, и люди здесь, ну, даже не знаю, протест. Ну, вот на этом старинном здании, вот это старинное здание, нижний этаж, он полностью забомблен, и также стикерами заклеен, в общем, как бы всё это достаточно очень печально. Я всегда хотел спросить, кто эти настоящие панки? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто этот? Кто это? Кто который не pup? Ты можешь дать, чтобы ты не wtih on someone, б when you come and hit That's all, неめ это, и это importante, занимаешься панки, прием, а чем ты будешь панк? Везде, везде, вот это присутствует, везде. Здесь это присутствует. Как нам сказали панки, панка может быть каждый, и в том числе даже клерк. И ходить на свою работу в белой рубашке, но тем не менее, вечером или в ночи он может выходить и бомбить вот такие граффити, тем самым по нежу. занижать стоимость своего жилья попалась очередная работа в стиле граффити здесь было все сделано на такой цивилизованный манер там домики лужки но из поверх этого граффити забомбили свои имена теги и ну давайте пройдем посмотрим что там дальше есть вот это как как мы понимаем это видео изображение города ляпциг вот поверх этих всех цивилизованных граффити с клерками имеется уже теги граффитчиков я такого еще нигде не видел 0 ляпциг действительно просто утопает граффити но это тоже такое интересное решение вопроса что вот жильцы чтобы на стенах не бомбили они сделали таким образом с одной стороны эти арголиты препятствуют полноценным каким-то тегом именно на стенах домов другой стороны они опять же демонстрируют граффити искусственник also wenn ich euch richtig folgen kann dann kann jeder von sein der frei ist der macht was мы попали местность которая называется wall of fame это местная одна из местности которая дана под граффити здесь можно легально рисовать исполнять граффити граффити райтеры так сказать используют эти стены в своем своих нуждах то как им это нравится и опять же здесь мы можем наблюдать достаточно такие олдскульные граффити граффити здесь боятся сниматься и поэтому они попросили их не снимать сейчас происходит процесс под одним из граффити можно встретить надпись которая обозначает что в нашей местности никто не разговаривает с копами в общем достаточно резкие парни эти восточные немцы в общем но мне это нравится и я думаю что надо продолжать снимать обзор про граффити сцену в лейпциге очередное здание и опять же основание здания конкретно разбомблено ну здесь уже никто даже не пытается чистить потому что нужно с этим уже бороться невозможно и здесь здесь все просто забомблено я такого еще не видел восточная германия в виде лейпцига заявляет о себе таким образом и я так понимаю что буквально последнее время скорее всего граффити здесь вот достигло такого апогея и власти просто уже не в состоянии с этим бороться тем более они могли бы запретить продажу баллонов но как вы понимаете что продажа баллонов это бизнес ну на самом деле вот если поймает за такой за таким делом то может быть первый раз будет штраф в несколько тысяч евро потом если будет несколько задержаний то может дело дойти до суда некоторые графики за свои за свои вот такие увлечения находятся в тюрьмах и на самом деле вот как бы я не знаю судите сами это нормально или нет за граффити попадать в тюрьмы но то что вот происходит в данном на данной улице она видите достаточно тихая спокойно но тем не менее дом просто весь убит дом просто убит все народ я уже устал я устал здесь просто я у меня комментарии нету все это комментировать здесь просто такой беспредел творится граффити везде просто это просто ну это реально круче чем берлине